Один день с губернатором. В этот раз мы провели в Минусинске. Сейчас там строится новый мост, скверы, детские площадки. И буквально на днях там начали возводить дворец культуры, который все долго ждали. Естественно, были и вопросы, и поручения. Сюжет об этой поездке смотрите далее. Минусинск. Минусинская площадка моста через протоку реки Енисей. Работы здесь начались 12 августа. Губернатор ознакомит с планом и сроками проведения работ. Общая стоимость реконструкции 104 миллиона рублей. До конца декабря строители намерены установить пролетные строения. Основную часть мы должны выполнить в этом году. Мы должны подготовить подъездные пути и пролетные строения по мосту. То есть опоры и пролетные строения до конца этого года. А уже благоустройством, асфальтированием и устройством проезжей части по мосту должны заниматься в следующем году, когда наступят положительные температуры. И закончить его до середины лета. Финансирование дорожной отрасли значительное. Если раньше города и районы края могли только мечтать, залатать дыры хотя бы на центральных улицах, в прошлом году на ремонт начали выделять адекватные деньги. И каждый год эти суммы только увеличиваются. Так что почти везде ремонт основных улиц закончен, дошли руки и до окраин. У нас минусинцы тоже по особой формуле больше, чем положено по населению, получают денег на дороги сейчас. У него в этом году было 40 миллионов, на следующий год стоит 45 миллионов. Именно поэтому часть этих денег губернатор предложил направить на возведение дорог в частном секторе. Люди купили участки в черте города, построили дома. Но ни подъездных путей, ни электричества, ни нормального водоснабжения там нет. Эту проблему нужно решать. Правда, по взмаху волшебной палочки, конечно, ничего там не появится, но два года – вполне реальный срок. Очень короткое время, наверное, в течение тоже там буквально, может быть, двух-трех недель, будут подготовлены предложения по инженерному обустройству территорий частного сектора. Минусинск, как город привлекательный, отдавал земельные участки без серьезной подготовки. Люди активно заходили на новые земельные участки. Кто-то даже строился, кто-то уже там живет, но там нет ни дорог, ни стабильного электроснабжения, ни водоснабжения. И люди остались так один на один с проблемой. И без бюджетной поддержки они эту задачу не решат. Это для меня совершенно очевидно. Поэтому дано поручение, чтобы мы уже в 2018 году выделяли средства на это инженерное обустройство. В ближайшее время в Минусинске примут обновленную программу жилищного строительства. А это значит, что на юге края начнут возводить новые многоэтажки. Планируется застроить целый микрорайон в центре города. Правда, с учетом местной специфики будут строиться и деревянные дома на одного-двух хозяев. Включим Минусинск уже в 2018 году в новый этап программы расселения аварийного и ветхого жилья, что нам дает дополнительный строительный рынок и позволяет снести ветхое жилье и переселить людей. Пойдем машинки катать. Поднимайся машинки катать. Городская среда – это не только новые дома, но и ухоженные скверы и детские площадки. В этом году на благоустройство парков и скверов южная столица края получила 14 миллионов рублей. На реконструкцию дворов еще 18. Какой замечательный игровой комплекс установлен. Такого нет больше нигде в городе Минусинске. Мы с вами привели в соответствие сцену, расширили само общественное пространство, уделили большое внимание озеленению. Должны появиться в городе и новые спортивные центры. Будет подготовлено предложение о спортивном объекте. Здесь один спортивный комплекс мы строили. Но для такого города по нормативу будет два таких больших за государственный бюджет построенных объектов. Поэтому сейчас Минусинцы определятся. Бассейн – это или каток. То есть тут три есть варианта. Многофункциональный универсальный комплекс, бассейн или каток. С искусственным льдом. Это все примерно равных требует инвестиций. Но многофункциональный комплекс есть. Больше слышу от Минусинца. Даже сейчас, когда смотрел выставку, люди подходили. Бассейн. Ну, бассейн. Значит, бассейн. Тут будут решать сами. И планы это можно будет уже включать на 19-20 год. Лучше в 2020 году сдавать. Мы как раз выйдем из пика финансирования объектов универсиады. И у нас эти спортивные инфраструктурные средства можно будет перенести уже на города и районы края. Повышать качество жизни, строить новое жилье, развивать производство и открывать новые. Главы южных районов на инвестиционном форуме, посвященном развитию южных территорий, говорят о необходимости возрождения деятельности перерабатывающих предприятий. Овощно-консервного завода, рыбозавода и строительстве большого логистического центра. Овощи, дикоросы и юга края пользуются спросом не только у жителей региона. Их скупает и за рубежом. Причем покупает сырье. Линия переработки позволит увеличить доходы фермеров и заготовщиков. Это линия розлива безалкогольных напитков. В декабре прошлого года одно из предприятий Минусинска купила бывшие цеха ликероводочного завода-банкрота Минал. Теперь здесь как раз будут перерабатывать и хранить сельскохозяйственную продукцию. Именно такие предприятия получат государственную поддержку. Мне все время внушали, что Минусинск – это особый город, здесь много колледжей, тут нужно много сделать в социальной сфере, много памятников строительных. Но производство как-то вот вроде что-то есть, а чего нет, того нет. Сейчас есть поручения по ряду новых производств. В ближайшее время тоже будем запускать здесь дополнительные мощности по переработке овощей. И это тоже будет уже. Там новые оборудования, помещение уже подобрано. Тоже будут новые рабочие места, новые производства. Ну и есть ряд инвестиционных проектов, более отдаленного действия. По этим мы прямо сейчас принимаем решение о господдержке. Также по поручению губернатора в Минусинске в ближайшее время начнется масштабное строительство новых социальных объектов. Мы начнем еще в этом году строительство станции скорой помощи. В Минусинске нет полноценной подстанции, чтобы и машины, и дежурные бригады, дежурные, все-таки город большой, обслуживают район. Прилегающий дано поручение сделать проект. В следующем году начать строить поликлинику. Будет большая поликлиника, чтобы прекратить эти поездки по разным там частям города. Это тоже большой проект, дорогой проект. Вероятнее все сдавать будем в 2019 году, но в 2018 году начнем. К концу следующего года приведут в порядок дом минусинского купца Вильнера. На это потратят внушительную сумму 200 миллионов рублей. Буквально по ходу реконструкции этого исторического памятника пришлось обновлять проектную документацию. Здание слишком долго находилось в плачевном состоянии. Здесь придется укреплять фундамент, менять несущие сваи, усиливать и укреплять стены, менять крышу. Но самый главный результат – к концу следующего года дом купца будет отреставрирован и минусинцам будет чем гордиться. Еще одна масштабная стройка – возведение дворца культуры. Мы на днях начнем строить большой центр культуры. Так сложилось, что в Минусинске вроде большой город, а дворца культуры нет. Хотя много коллективов они занимаются. Кто-то в колледже культуры, кто-то в каких-то других учреждениях. Но нам невозможно организовать полноценную работу с детьми, самодеятельными коллективами без такого центра. И во-вторых, нам очень трудно будет провести реконструкцию театра. Минусинский замечательный театр в историческом здании. Там тоже нужно сделать полную реконструкцию. Вот поэтому мы хотим буквально за полгода, за шесть месяцев построить культурный центр. Наверное, там будет зал на 500 мест. Сцена, свет, звук. Ну, все как положено. Открыть, начать там работу с детскими коллективами и передать сцену театру, чтобы театр мог в течение, наверное, двух сезонов, потому что мы в один календарный год вряд ли там, потому что там очень большая трудоемкость. Но за два сезона мы сделаем основное здание театра, пристроим некоторые вспомогательные помещения. Площадку уже освободили, там снесли старую башню. Новый дворец культуры, строительство поликлиники, нового жилья, новые парки и скверы, хорошее образование и рабочие места. Это то, что может оставить людей работать в городах и селах края. Именно на этом сделал акцент губернатор Виктор Толоконский на инвестиционном форуме развития южных территорий Красноярского края. Одним из главных базовых показателей любого развития любой территории и края в целом, и каждого административного города и района должно быть максимальное сохранение и преумножение населения здесь живущего, здесь работающего. Мы говорим о стратегических целях, мы говорим о больших бюджетно-емких проектах, но мы должны при этом понимать, что они будут и могут быть реализованы, если мы одновременно решаем очень масштабную, если видите, антикризисную программу. Программу повышения качества жизни сегодня.